Так, ну что же, на моих часах 21.00 я вижу, что количество участников в комнате значительно-значительно увеличилось. А это значит, все те, кто хотели попасть на сегодняшний вебинар, уже зашли в комнату. Давайте ещё раз контрольно проверяем звук. Я вижу, что... Ага, пошли десяточки, плюсики. Отлично, отлично, друзья, между тем количество участников всё растёт и растёт. Я вижу, что вы активно начали обсуждать ту новость, которую буквально сегодня посетила наши кабинеты. Это, конечно же, и новинки ароматов, и папочки. Ну, вообще здорово! Давайте я на всякий случай ещё раз представлюсь. Фото вы моё видите. Меня зовут Олесь Селезнёва. Я лидер компании в статусе 28% из города Оренбурга. Сегодня у нас с вами одна из самых очень интересных и важных тем, которую нам предстоит разобрать, понять. Наверное, тема, с которой сталкивался хотя бы раз, но каждый. Наверное, новички сталкиваются с этим очень часто. Это одна из тем, после которых люди часто бросают сетевую и говорят, что это не моё. Это возражение. Скажите, друзья, напишите, пожалуйста, в чат. Вы сталкивались с возражением? Вам говорили, что не сейчас, я подумаю. Это лохотрон, это пирамида, это дорого, духи не пахнут. Да, конечно, очень часто и много. Конечно, все мы с вами сталкивались. А скажите, а было такое, что вы не знали, как ответить на это возражение? И после такой, скажем так, провальной встречи вам не хотелось идти заново что-то делать? У вас был спад в вашем бизнесе, и вы немножечко так входили в стадию спячки. Было такое, что те возражения, которые вас слышали, они вас демотивировали? Было, да, было, часто теряюсь после возражений. Здорово! Значит, я понимаю, насколько важна та тема, которую мне сегодня предстоит до вас донести. И сегодня нам, друзья, предстоит очень такая плодотворная работа. Я предлагаю вам вообще разобраться, что такое возражения, откуда они вообще берутся, почему возникают. Мы с вами в процессе научимся правильно отвечать на эти возражения эффективно. Также мы с вами поймем, почему же вообще стоит относиться к возражениям положительно. Да, может быть, вы сегодня удивлены, но сегодня вы поймете, что возражение, это оказывается не так уж страшно и не так уж плохо, а наоборот, если вам возражают, это даже хорошо. И научимся с вами, как же провести следующий разговор без возражений, с которыми вы столкнулись и не знали, как на них ответить. Скажите, вы готовы получить такой поток информации и уже с завтрашнего дня вывести свой бизнес на новый качественный уровень? Здорово! Отлично! Да, 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 я вижу, что аудитория сегодня собралась очень живая, все отвечают, на самом деле очень важно получать ваши эмоции. Здорово! Тогда мы начинаем. Итак, смотрите, например, вы сделали приглашение в бизнес, все рассказали в лучшем свете и про бизнес, и про продукт. Ждете от собеседника, что он скажет, да, 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 я хочу, что нужно сделать для оформления, а человек говорит, нет, это не мое, знаешь, это не работает, нет, это обман, то есть вы услышали то, что не ожидали услышать. Так вот, смотрите, возражение – это знак того, что тебя слушают, да, и возражение – это лучше, чем молчание, потому что мы никогда не можем заглянуть в голову собеседника, понять, да, какие у него мысли. И если человек молчит, мы не понимаем вообще, что конкретно он имеет в виду, да. А если человек нам возразил, у нас есть возможность докопаться до истины и дать ему правильный развернутый ответ. Соответственно, есть просто причины возражений, которые мы сейчас с вами разберем. И помните о том, что всегда минус можно переделать на плюс. Соответственно, если вам что-то сказали, у нас есть всегда возможность долепить ситуацию до плюса. Из минуса сделать плюс. Итак, первая причина возражений – это вы сами, ваша собственная неуверенность. Очень часто так бывает, что на стадии, когда мы только пришли в бизнес, мы не до конца сами уверены в бизнесе. И, возможно, те мысли, которые нас посещают, а человек интуитивно их чувствует. То есть мы говорим недостаточно убежденно. И те вопросы, которые мы слышим от вашего собеседника – это отражение наших непереработанных сомнений. Значит, мы делаем вывод, что первое, что должно у нас быть внутри – это наша с вами уверенность, наша с вами убежденность, что мы предлагаем нечто хорошее. Второй момент, что возражения – это скрытый вопрос и страх того, что у человека не получится. Опять же, скрытый вопрос – это хорошо. То есть мы всегда можем задать дополнительные какие-то вопросы, уточняющие, что приведет нас к тому, что человек докопается до истины. Кстати, очень часто люди приходят через большие сомнения и возражения. И если мы с вами на этих возражениях, скажем так, не сломались, не психанули, потому что бывает и такое, и мы сегодня это тоже разберем, то человек понимает, что ага, я возражение, мне развернутый грамотный ответ. Я возражение, мне развернутый грамотный ответ. И в итоге человек приходит готовым к вам специалистом. У меня были в практике такие случаи, что человек и месяц, и два задавал вопросы. Я сама так приходила в бизнес, что мой вышестоящий наставник спрашивал, что «Ну, ты вообще будешь регистрироваться? Или ты просто спрашиваешь? Или ты передумала?» Я говорю, «Да буду, подожди, просто мне нужно разобраться». Но когда я разобралась, приняла для себя решение, я уже быстро начала действовать, и уже не было тех вопросов, которые меня посещали. И очень часто свои страхи люди маскируют за излишней самоуверенностью, сомнениями, высокомериями. И даже бывает вот та самая неуравновешенная реакция, агрессивная. И вот никогда на агрессию не нужно отвечать агрессией. То есть не нужно вступать в спор, не нужно вступать в дебаты. Это не ваша основная задача. Вам не нужно человека заставить думать по-другому. Нам нужно просто дать человеку понимание. И здесь нам что нужно? Нам нужно учиться правильно реагировать на возражения и понимать причину, почему вообще человек так подумал. Согласны с этим? То есть первая причина – это мы с вами сами работаем над собой. Следующая причина возражений – вы неправильно дали информацию о своём предложении. Возможно, вы говорили на языке, который был понятен только вам самим, но он был непонятен человеку, не было конкретики. Возможно, вы употребляли какие-то слова-обороты, которые человеку показали слишком сложными. Может быть, он каких-то терминов не знал. Может быть, вы на первой встрече углубились в цифры, в проценты, в маркетинг-план. И человек, он не понимает, а в чём же суть. То есть на него свалился большой объём информации, к которой ему он просто был не готов. Возможно, вы запутанно говорили. У меня были такие случаи, когда партнёр хотел, очень хотел привлечь в бизнес людей и начинал говорить всё, что знает. Вот это тоже очень большая ошибка – говорить всё, что вы знаете. Информацию нужно давать порционно. То есть, возможно, человек хочет прийти познакомиться с продуктом и немножечко заработать на прямых продажах. А мы начинаем ему говорить про построение сети, про пассивный доход. Либо наоборот. Человек приходит за структурными деньгами, а мы говорим, ты знаешь, здесь нужно много продавать, нужно много делать холодных контактов. А он не любит продавать, он этого боится, ему это неинтересно. И здесь появляется страх, что «Ой, это не для меня, у меня это не получится, мне вообще некому обратиться», и он вообще боится, что его сейчас обманут. Бывали у вас такие случаи? Да, вижу в чате, пишут, что есть такие ошибки. Да, действительно, это есть, и очень-очень часто такое бывает. Поэтому примите это к сведению, что информацию нужно тоже давать грамотно и порционно. Следующая причина возражений – это, так сказать, возражения со скрытым подвохом. То есть бывает так, что вы сделали предложение, человек уже где-то подсознательно, он готов принять ваше предложение, но он хочет проверить вашу убежденность. А действительно ли вы так думаете? И начинает вам, скажем, какие-то каверзные вопросы, либо там что-то метод противного, какой-то использовать. Вот здесь очень хорошо срабатывает, конечно, ваш результат, статистика роста вашего бизнеса. То есть когда вы можете привести уже конкретные цифры и примеры. Если на данный момент у вас нет таких примеров, возможно, вы только пришли в бизнес, вы новичок, то всегда звоните спонсору и говорите, спонсор, срочно нужна твоя помощь. Вот эта игра 2 на 1 всегда дает очень результативный результат. Масло-масляное сказала. Дает очень хороший результат. Игра уже в команде, когда есть результат у вашего спонсора. И вы говорите, ты знаешь, я понимаю, может быть, твои сомнения, но давай еще разберемся. Возможно, я ошибаюсь. А давай встретимся с человеком, который уже давно в бизнесе, у которого есть результат, и вы предлагаете, просите помощи у спонсора. Про это тоже никогда не забывайте. А бывает, что человек, он хочет, знаете, показаться просто слишком умным. Он для себя решил, что ему ничего не надо, но он просто хочет поумничать. Или просто с вами поиграть. Вот знаете, вот в этой категории людей я советую вам не заморачиваться. Отпустите таких людей. Они просто сожрут вашу энергию, сожрут ваше время, и толку из этого не будет. Прекращайте с этими людьми разговор первыми. Иногда, кстати, такой метод от противного действует и в положительную сторону. То есть человек говорит, нет, почему ты так решил? Нет, я хочу в бизнес, давай, давай, я буду. А иногда просто вы экономите свое время. Если вы чувствуете, что собеседник несерьезен, прекращайте разговор. Это моя рекомендация. Да, вижу в чате, что со мной соглашаются. Как с этим работать? То есть с причинами мы с вами разобрались. Всем понятно с причинами? Да, какие вообще могут быть? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Понятно? Уяснили этот момент? Уяснили. Значит, идем дальше. Как же с этим работать? Вы знаете, я скажу так, что чтобы не заболеть, лучшее средство – это профилактика. Вот в нашем деле, чтобы встреча прошла наиболее эффективно, нужно просто подготовиться к этим возражениям. Сегодня, чуть позже, вы узнаете, на самом деле, возражения, они стандартные. Их, честно вам скажу, не так и много. Если вы знаете алгоритм, как работать с возражениями, какие они могут, вы можете совершенно из любой ситуации перевести в разговор то русло, которое вам нужно. Что нужно для этого? Для этого нужно задать себе все возможные вопросы в противовес, создать четкие позитивные убеждения. То есть, в голове своей продумать всевозможные вопросы, которые вам могут задать, и как бы вы на них ответили. На самом деле, в этом нет ничего страшного, если вы попросите там кого-то из родственников, близкого человека, просто с вами, ну, скажем так, такой тренинг, да, поиграть. Но когда вы проговорите ситуацию, когда вы попадаете в нее уже второй раз, то вам гораздо легче, вы себя увереннее чувствуете, вы уже говорите с той самой убежденностью, которая врождает в людях тот момент, что да, действительно. То есть бывает, знаете, как люди зовут и на идею, да, когда мы приходим в бизнес, и у нас еще нет результата, но мы внутри горим, из нас исходит позитив, уверенность, мы зовем на идею. Люди часто приходят на идею, они еще не понимают, нужен им бизнес, не нужен. Но вы так зажигательно говорили, что человек пошел за вами. Бывало такое? Да, бывало. И у меня так было. То есть, конечно, чем больше мы в бизнесе, у нас уже есть результат, большее видение, это нам все в помощь. Но первые эмоции, они тоже очень важны. Вот знаете, мне, например, никогда не говорят, что ваши духи подделка. Да, почему? Да потому что я внутри себя уверена, что это не подделка. Я изначально людям говорю информацию так, что у них не возникает такого возражения. Но очень часто я слышу от своих партнеров, которые только-только приходят в бизнес, что, а мне сказали, что у вас подделка. Да, почему это происходит? Да потому что ты сама еще сомневалась, ты сам не до конца разобрался, что это такое, да? И вот когда вы проработали возражения, вы можете с уверенностью себе сказать. Так, секунду. Давайте проверим связь, потому что некоторые пишут, что звук пропадает. Отлично, пошли десяточки. Значит, звук хороший. Буду стараться говорить помедленнее. Возможно, из-за того, что быстро говорю, стараюсь вам дать больше информации. Может быть, есть какие-то заикания. Но нет, пишут звук хороший, значит, я продолжаю. Значит, смотрите, важно себе, вот когда мы проработали всевозможные результаты, уже провести с собой такой как бы аутотренинг, да? В себя вселить уверенность, что я верю в себя, я верю в мой бизнес, я верю в продукт. Мне очень легко говорить об этом друзьям, знакомым, незнакомым людям. Я верю, что эта возможность приносит только хорошее. И очень важно не бояться, что скажут про меня друзья и знакомые, потому что, друзья, все время люди будут что-то говорить. Одни будут вас поддерживать, другие начнут вас критиковать. И вот таких будет большинство. Да, я неоднократно говорю, что сетевой бизнес – это на самом деле проверка вашего окружения, насколько в вашем окружении люди действительно единомышленники и друзья, друзья не в кавычках. но вам, по сути, должно быть все равно, потому что вы должны понимать, что сегодня те действия, которые вы прикладываете, они вас в любом случае приведут к результату. А вот результат, на самом деле, это то, по чему вас будут судить люди. Не по словам, не по тому, что вы говорили, а по результату. Вы знаете, после того, как у нас в семье появился автомобиль брендованный, очень многие соседи стали здороваться и при этом стали спрашивать, как у вас дела? Хотя изначально я знаю, что многие меня добавляли в черный список, осуждали, критиковали. Но, скажите, мне это было важно? Абсолютно нет, потому что я знала, куда я иду, я видела точку, видела свой путь от точки А в точку Б, да? Я видела, куда я двигаюсь. И, возможно, некоторые мне говорили, ну-ну, давай. А я говорила, хорошо, давай с тобой встретимся через, там, 3-4 месяца и посмотрим. Да, или когда вы проедетесь на автомобиле, что скажут ваши люди? Конечно, они уже изменят свою точку зрения, да? И главное, легко реагировать на отказы. Вот когда вы научитесь не принимать это на себя, на свое Я, вам станет очень легко и просто жить. Смотрите, мой совет такой. Вот я давно научилась не пропускать отказы сквозь себя, хотя поначалу очень переживала и думала, ой, ну опять отказали, ну что же поделать, да? Помните, что отказывают не вам, отказывают той возможности, которую вы сегодня даете людям. Вы дали информацию, а уже задача человека либо принять ее, либо отвергнуть. Вы-то уже разобрались, вы-то уже в бизнесе, причем в бизнесе успешном, в быстрорастущем, в перспективном, и у вас уже сегодня-завтра будет результат или есть результат. А вот тому, кому вы дали информацию, вот его задача, либо принять, либо отвергнуть, но всегда будут люди, которые будут и говорить вам нет. То есть не нужно ждать от всех сразу «да». Помните, что в колоде карт есть и тузы, но есть и двойки, и тройки. Тузы – это ваши «да», а двойки, тройки – это ваши «нет». Помните, что у вас бизнес очень надежен. Вы успешно и с легкостью рассказываете каждому о тех уникальных возможностях, которые дает бизнес. Не будьте жадинами, делитесь этой возможностью просто, открыто. И всегда давайте право выбора. Так вот, самое основное – это практика. Невозможно сегодня получить теорию, и если вам не попрактиковаться, завтра вы не станете профессионалом. И на тысячу процентов вам не станут все говорить «да». Возможно, вы еще завтра будете сомневаться, вы будете где-то подглядывать в свои конспектики, вы будете думать, с какой вам фразы начать. Но чем больше вы пройдете вот таких практических моментов, и самое главное – важно сделать анализ того, что произошло. Почему вам отказали? В чем была причина? Что они так сказали? «Сделать работу над ошибками». Всегда мы в школе, да? Если мы делали ошибку, мы две строчки писали «работу над ошибками». То есть у нас запоминала и зрительная память, и рука запоминала, еще и голова. Так и в нашем деле, когда вы 33 раза прошли одно и то же возражение, на 34-й раз вы уже просто как из автомата будете знать, что ответить. Согласны? Все поняли, да, о чем я сейчас говорю? Поняли? Отлично, двигаемся дальше. Сейчас мы с вами разберем алгоритм, тот самый алгоритм, который вам позволит справиться с любым возражением. Вы только представьте, какой инструмент сегодня будет в ваших головах, в ваших руках и в ваших тетрадках. Поэтому рекомендую прямо сейчас взять листок бумаги, а лучше, если это будет ваш рабочий блокнот, и записать этот алгоритм. Итак, первое, что мы должны сделать, это выслушать нашего с вами собеседника, дать клиенту высказаться. Даже если вы после нескольких фраз человека поняли, что он хочет сказать, очень часто такой говорит, стоп, 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 я поняла, что ты хочешь сказать, сейчас я тебе объясню. Вот никогда, друзья, так не делайте. Быть хорошим слушателем, это очень-очень-очень важно. Это то качество, которое ценит вас и которое располагает вас тоже к человеку. Дайте человеку высказать мысль до конца. Да, даже если вы поняли то, о чём он хочет сказать, и если вы человека перебьёте, он у вас уже не будет слушать, подсознательно он не будет вас слушать и не будет того результата. Поэтому первое, что мы выслушали. Второе, мы принимаем его точку зрения. Мы должны присоединиться к высказыванию. То есть здесь мы с вами не принимаем его точку зрения, а принимаем право на то, что человек высказал. Потому что, смотрите, все мы с вами разные, и не всегда наша точка зрения, она может быть идеальной для всех. Мы же не можем всех под одну гребёнку. Поэтому, да, мы где-то соглашаемся, но мы соглашаемся с правом клиента на возражение. И дальше что нужно? Нам нужно уточнить, а что конкретно человек имел в виду, да? Потому что часто бывают, говорят, ну, например, не знаю, сетевой это не моё. А что ты понимаешь под сетевым? Возможно, человек вообще не так понимает эту индустрию. Или мне нужен стабильный доход. А что ты понимаешь под словом стабильный доход? Я согласна, да, что тебя это волнует. Но что ты имеешь под этим понятием? Чтобы вы тоже понимали, о чём человек думает. Дальше, когда мы уточнили, задали уточняющие вопросы, уже дальше мы можем ответить человеку. И самое главное, нам нужно подтвердить ответ. Нужно задать уточняющий вопрос. Скажи, мне удалось ответить на твой вопрос? Это то, о чём ты спрашивал? У тебя остались ещё сомнения или нет? И только после этого мы переходим к следующему этапу сделки. Уяснили? Успели записать? Итак, первый момент – выслушать, принять точку зрения собеседника, то есть мы присоединяемся. Следующий момент – мы уточняем, задаём уточняющий вопрос, чтобы понять конкретно, что имел в виду человек. Отвечаем. И ещё свой ответ уточняем. Удалось ли нам ответить на вопрос собеседника? Я могу переходить к следующему слайду? Да, друзья, кстати, конечно, записать очень хорошо, но чтобы нам не задерживать время, вы можете либо сфотографировать экран, а потом переписать в тетрадку. Сейчас вам самое главное – тоже уяснить этот алгоритм, чтобы вы понимали, что конкретно нужно делать. Следующий слайд я тоже рекомендую вам записать, потому что здесь подобраны фразы, в которых можно начать работу с возражениями. То есть это та первая фраза, которая может быть ключевой абсолютно в любом возражении. Итак, что же мы можем использовать? Вот, допустим, вам сказали какое-то возражение, и вы говорите «Очень хорошо, что вы затронули этот вопрос, давайте обсудим его подробнее». То есть после того, как вы присоединились к человеку, очень хорошая фраза. «Очень хорошо, что вы затронули этот вопрос, давайте обсудим его подробнее». И вот здесь мы можем с вами легко задать уточняющие вопросы. Или же «Мне очень нравится, что вы хотите во всём разобраться». То есть мы делаем человеку комплимент, что он действительно подходит к знанию делу. А комплимент, он всегда тоже, что делает, располагает вас к себе. Либо «Я вас прекрасно понимаю, каждому человеку хочется сделать правильный выбор». Сама такой же точки зрения, сама точно так же приходила в этот бизнес. Вот это присоединение несколько раз, тоже очень располагает человека. Или же вы задаёте очень профессиональные вопросы. Может быть даже уточнить, наверняка у вас был опыт в каких-то сетевых проектах. И здесь человек тоже начнёт немножечко о себе рассказывать. То есть это тоже важно понять уровень человека, с которым вы общаетесь. Или можно, знаете, я иногда даже так делаю прямо эмоционально, действительно, если вот затрагивают какой-то вопрос, ну, например, такой, который уже там, не знаю, плеш проел, да, в заражении там, что духи не пахнут. Я говорю, о, это мой любимый вопрос. Сейчас я вам расскажу, да. Иногда можно даже и на шутку перевести. Успели записать эти фразы? В итоге, что рассказываем сейчас? Мы до этого дойдём. Сейчас мы пишем уточняющие вопросы. Итак, сейчас мы с вами конкретно рассмотрим возражение и как можно на него ответить. Я подобрала такую подборку из самых таких первых, самых наиболее частых встречающихся возражений. И первое такое возражение «Духи нестойкие». Все согласны, что это частые возражения? Да, сталкивались с таким наверняка, да? Здесь первое, да, что можно присоединиться, сказать, что «Ты знаешь, я тоже раньше так думала, и, допустим, дальше сказать, ты знаешь, это очень интересный момент, давайте разберёмся и задаём уточняющий, тот самый уточняющий вопрос. Скажите, а окружающие чувствуют от вас аромат?» Например, человек говорит «Да, другим пахнет, а вот мне вообще не пахнет». Возможно, аромат просто вам идеально подходит, и вы не слышите его сами. И мы даём человеку задуматься. Либо мы говорим, согласны с вами, что стойкость парфюма – это важный критерий для покупателя. И позвольте я расскажу, что определяет качество парфюма, стойкость парфюма. И здесь важно показать свой профессионализм. Я сейчас на этом не буду останавливаться, потому что это как минимум часовая школа, где мы с вами учимся правильно позиционировать наши с вами ароматы, чтобы изначально мы дали информацию таким образом, чтобы у человека не возникло такого возражения. Поэтому я рекомендую посещать вам все школы по четвергам, либо посмотреть, если есть запись, школу Александра Шудеговой про позиционирование ароматов. С этим возражением понятно, как можно с ним поработать? Отлично, идём дальше. Частое возражение, с которым встречаются все – нет денег. Вот вы показали человеку продукт, ему понравились духи, он говорит, ты знаешь, всё здорово, но нет денег купить. Встречается такой аромат? О, аромат возражения. Встречается. Здесь можно тоже сказать, что да, действительно денег всегда не хватает. Я правильно вас понимаю, что наш продукт вам нравится, и вы в принципе готовы его приобрести. И если мы слышим с вами да, то это уже тот момент, когда мы можем продолжить разговор, либо перенести покупку на следующий этап, либо предложить возможность стать клиентом компании и брать дешевле, либо мы можем спросить рекомендации, сделать человеку подарок. В любом случае мы уже понимаем, что человек готов купить, да, он действительно хочет, и нет денег, это действительно потому, что нет денег, а не причина, потому что ему аромат не понравился. Либо можно сказать, вы знаете, я прекрасно вас понимаю, я уверена, что вы непременно воспользуетесь нашим предложением позже. А пока я с удовольствием подберу вам самый вкусный аромат из нашей коллекции, и мы обменяемся контактами, чтобы вы знали, как меня найти. Согласитесь, что в такой ненавязчивой форме, когда мы предлагаем просто человеку нанести аромат и походить, оценить его, это тоже будет человека располагать. И иногда человек, даже если он сказал, нет денег, а аромат ему очень понравился, то бывает порой, что он и готов его купить. Были такие случаи, да? Либо можно спросить, вы хотите их заработать деньги? То есть, возможно, вы начали с продукта, но столкнулись с тем, что у человека нет денег, и вы предлагаете ему возможность заработать деньги. Либо мы можем сказать, вы хотели бы приобрести парфюм значительно дешевле или даже бесплатно, и при этом заработать. И если человек говорит, да, мне это интересно, здесь мы с вами предлагаем бизнес. Вы видите, как из одного возражения мы вроде бы предложили продукт, а в итоге предложили бизнес и получили себе бизнес-партнера. А если бы человек не сказал, что у него нет денег, не было бы этого возражения. Было бы гораздо хуже, согласны? Здорово! Следующее возражение. Часто люди говорят, ничего мне не предлагайте, я уже остановилась на конкретном бренде, я пользуюсь парфюмерией другой компании. Говорят вам такое? Да, конечно, говорят. И здесь важно тоже человека не переубеждать. Ни в коем случае я никогда не говорю, что духи Армель самые лучшие, они дольше всех пахнут. Ни в коем случае не говорите, что это то же самое, что ты покупаешь в магазине. Мы просто даем с вами выбор человеку. Помните о том, что у нас у всех разная кожа, у нас у всех разное обоняние. Иногда лучше просто сказать, что твоя кожа, твой нос, просто давай нанесем, это тебя ни к чему не обязывает. Но вы помните нашу схему, да? Мы с вами должны присоединиться к человеку. И здесь важно сказать, знаешь, отличный выбор. Я не предлагаю вам отказаться от привычного вам парфюма, а даю возможность сравнить и выбрать. Возможно, человек почувствует по запаху, что аромат звучит так же или очень похож, и он узнает, что цена у нас гораздо ниже, что мы предлагаем, как я люблю говорить, антикризисное предложение, и он сделает выбор на парфюмерии Армель. Согласны? А может быть и нет. И это тоже его выбор, его тоже нужно уважать. Либо мы можем сказать, что у вас отличный вкус, и мне особо интересно ваше мнение о нашем продукте. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Очень часто один из поводов заговорить с человеком – это придать его экспертность, то есть попросить, чтобы он выступил в роли эксперта, продегустировал аромат. А дальше наша задача с вами – дать профессиональную информацию. Следующее возражение – дорого. Вроде бы все понравилось, но вот 1500 – это безумно дорого для вашего аромата. Что можно сказать? Во-первых, тоже присоединиться. Можно сказать, что я вас прекрасно понимаю, что каждому человеку хочется сделать правильный выбор, хочется сэкономить. И дальше мы объясняем, что стоимость нашего продукта оправдана его высоким качеством. Вместе с тем, позвольте уточнить, с чем вы сравниваете, потому что для одного дорого полторы тысячи, а для другого дорого семь тысяч. Мне часто говорят, не дорого, а наоборот, а почему так дешево. То есть, опять же, мы уточняем, с чем вы сравниваете, с какой оценочной стоимостью. Либо можно сказать, что качественный товар не может быть дешевым. Я иногда даже спрашиваю, что скажите, а вы всегда в жизни покупаете все самое дешевое? У вас самый дешевый телефон? Какой марки у вас телефон? Или вы покупаете самую дешевую колбасу? Нет. А почему? Потому что мне важно качество, что я буду есть. Так духе это тоже важно, потому что мы наносим их на кожу. Можно сделать акцент на свойства, уникальные свойства нашей продукции. Допустим, та же, например, эко-продукция, которая не самая дешевая. Я соглашусь, что она не самая дешевая. Но за качество я готова платить. Можно уточнить. Я правильно понимаю, вам нужен результат. Вы хотели бы приобрести парфюм значительно дешевле или даже бесплатно, и при этом заработать? Возможно, 1500 человеку дорого, но мы же можем предложить ему брать тот же аромат за 900 рублей, при этом не делать скидку, не обесценивать свой труд, а предложить другой вариант. Опять же, предложить стать для начала клиентом компании. Возможно, рассмотреть возможность бизнеса. Пропадает звук? Нет звука. Друзья, у всех давайте проверим звук. Поставьте в чате, пожалуйста, оценки. Нет, друзья, очень много пишут, десяточек, поэтому у кого нет звука, это проблема именно у вас. Отлично, мы продолжаем. Остается не так много слайдов. Частое возражение. Я подумаю. И человек уходит думать надолго, а может быть и навсегда. То есть мы с вами проделали его работу, человек сказал, я подумаю, и мы с вами его отпустили. Бывает такое, что вам сказали, я подумаю, вы говорите, ну хорошо, иди думай. Навсегда, Эльшар пишет. Да, очень часто здесь важно понять причину того, что он сказал, я подумаю. И мы можем задать вопрос, а что мешает вам принять решение прямо сейчас? И здесь человек нам скажет какие-то уточняющие моменты. Либо мы спрашиваем, у вас остались какие-то сомнения? Да, в чем у вас сомнения? Либо говорим, конечно, речь идет о вашем образе. Не затягивайте с решением, так как это очень любимый многими аромат, который всегда раскупают в первую очередь. Вот знаете, иногда такой ход конем бывает, когда человеку говоришь, что знаешь, вот у меня очередь на этот аромат, и если не ты, то есть уже девушка, которая хочет купить. Иногда можно даже человеку дать в руки аромат, который, вы видите, что он вам понравился, девушке, она нам говорит, я подумаю. Вы даете в руки, говорите, что я понимаю, речь идет о вашем образе, поэтому не затягивай, потому что вот у меня ждут, и как бы тянете его забрать. А нет, не отдает. Сразу находятся деньги купить этот аромат, потому что я хочу, раз кто-то хочет, значит я хочу. Бывало такое, что приходишь в организацию, кто-то выбирает, например, один аромат, и два-три человека вокруг говорят, ой, а я тоже хочу, ой, а мне тоже понравилось. Про навязчивость все зависит от того, как вы говорите. Если вы говорите навязчиво, это будет навязчиво. Но если вы говорите с долей, может быть, где-то юмора, а где-то просто, чтобы человек призадумался, то это вовсе не навязчиво. Опять же, вы можете сказать, конечно, вы можете подумать, но однако только сегодня у меня есть акция, например, предложить какой-то подарок за покупку. То есть в любом случае это не скидка, а какой-то подарок, какая-то ваша акция. Или можно уточнить, опять же, вас смущает цена. Если человек скажет, да, мне дорого, мы можем ему, опять же, предложить, все сводится к тому, что через продукт мы можем с вами предложить бизнес. Уже вот сколько раз практически в каждом возражении мы с вами приходили к тому, что мы предлагаем с вами бизнес-возможность. Итак, давайте с вами... Вот мы с вами рассмотрели основные возражения, да? Духи нестойкие, нет денег, я пользуюсь парфюмерией другой компании, дорого, я подумаю. Иногда наоборот говорят, да, что почему так дешево? Это подделка. Здесь тоже, да, мы понимаем, что нужно ответить. Почему так дешево, да? На такое возражение знаете, как ответить? Почему так дешево? Мария пишет, как. Давайте разберем. Смотрите, здесь тоже важно присоединиться, сказать, ты знаешь, мне тоже сначала показалась цена достаточно низкая, да, и я подумала, что это подделка, но оказывается, ты знаешь, что любая парфюмерная, эссенция, да, парфюмерная, она стоит одинаково, и оказывается, что, когда я стала разбираться, из чего складывается цена бутылька, оказывается, это сам флакончик, бренд, реклама, с помощью которой продвигают, та сеть, через которую продвигается продукт. В общем, 80% это наценки, а только лишь 20% это стоимость аромата. Скажи, тебе важно заплатить вот за эти вот понты, да, за бренд, или ты хочешь пользоваться качественным парфюмом и подчеркнуть свою индивидуальность? Я думаю, что после этого у человека, да, прояснится картинка. Так, да, в чате вы пишете, смотря с чем сравнивают, что мы продвигаем через дистрибьютор, всё это действительно верно. Итак, давайте с вами мы сейчас подытожим всё то, о чём мы говорили выше. Очень важно структурировать ту информацию, которую мы сейчас с вами получили. Запишите себе на листке в голове, что возражения обязательно будут всегда и у всех. Но не важно, что говорит клиент, мы с ним соглашаемся. Нам нужен с вами клиент, да, а не медаль с надписью «Я прав». И обратите внимание, мы соглашаемся не с тем, что конкретно клиент говорит, а с тем, что да, ты имеешь право так считать. И мы показываем клиенту как бы другую сторону медали, да. Мы уважаем твоё мнение, каким бы оно ни было, но вот есть и другая сторона медали. Знаком ли ты с этой точкой зрения, да? И помните о том, что если человек возражает, это очень-очень хорошо. Хуже, если он молчит. Вот смотрите, мы сегодня сколько возражений разобрали, поняли с вами алгоритм, и почти через каждое возражение мы приходили к тому, что мы можем предложить бизнес, да? А если бы, опять же повторюсь, если бы человек нам ничего в ответ не сказал, если бы он молчал, у нас бы что? У нас бы просто не было такой с вами возможности. Правильно же? Поэтому, смотрите, сегодня вы должны, во-первых, вы получили теоретические знания. Вот если вы эти знания не примените на практике в течение 72 часов, считайте, что вы час времени потратили сегодня зря. Информация вся уйдёт в трубу. Поэтому я рекомендую уже с завтрашнего дня, даже с сегодняшнего дня принять решение не бояться возражений. Вы же поняли, что на самом деле это не так страшно, да? Вы поняли, что не страшны возражения, наоборот, хорошо. Вы убедились в этом сегодня? Здорово! Евгения, спасибо за комплимент. Примите это убеждение сегодня, здесь и сейчас. Завтра уже начните действовать по этой схеме. И я уверена, что в ближайшее время вы полюбите возражения, у вас будет совершенно другая статистика по работе с людьми. Этой статистикой вы обязательно поделитесь со своими спонсорами, со своими партнерами. И ваш бизнес, он встанет на новые качественные рельсы. Друзья, я вас благодарю за внимание. Вы сегодня были настолько активными слушателями, настолько аудиторией, которая участвовала в вебинаре. Очень часто не отмалчиваться, а именно понимать то, о чём говорят, принимать, участвовать в беседе. Вы не отвлекали лишней болтовнёй, но в общем супер. Спасибо вам за то время, что уделили сегодня со мной. Я надеюсь, что я вам была полезна. Всем доброй ночи и до следующих вебинаров. Пока-пока!